Национальный костюм является важной составляющей культуры того или иного народа. Он рассказывает о культуре, традиции и истории. Впервые его день начали отмечать в 2018 году, а так называемая женская очока является воплощением элегантности, женственности и скромности. День этот отмечается каждое последнее воскресенье апреля. Для ингушей национальный наряд больше, чем просто одежда. Сегодня здесь ему посвящена выставка-показ. Мероприятие начинается с танцевального номера. Ингушские женские наряды – это сочетание простоты и изящества. В былые времена однотонное платье украшали кружевом, жемчугом, золотой или серебряной вышивкой. Все это и сегодня представлено в работах модельера Лиды Хамхоевой. Оценила творчество мастера и министр культуры республики Залина Льянова. Все красиво, все очень красочно. И нет, наверное, ни одной девушки на свете, которая бы не интересовалась костюмом. И сегодня благодаря Лиде Хамхоевой у нас есть возможность лицезреть работы, которые посвящены именно национальному стилизованному подсвадебный костюм. Это самое красивое, самое, что может быть для любой девушки, для любой женщины. Не только молодым, но и даже женщинам постарше. Это всегда интересно. Лида Хамхоева известный художник-модельер национального свадебного костюма, профессиональный мастер декоративно-прикладного искусства, а также ковроделия. Одним из ее желаний всегда было популяризировать национальные ингушские наряды. Поэтому она создала отдельную коллекцию для кукол. Вот именно с куклами была именно эта затея, именно эта задумка, чтобы девочкам было интересно и эти маленькие сумочки, и вот эти шапочки наши. Самое главное, вот Кавказ, кавказские, как вы знаете, чухты везде как бы идентичны, одинаковы. Но наше ингушское платье, наше ингушское чухты отличает от других именно вот эта шапочка наша. Вдохновение для создания своих нарядов она черпает из старинных моделей. Так и это платье не стало исключением. У нас вот такие были. Вот обыкновенные, самый простой гипюрчик, внизу платье и сверху вот такой гипюр. Никакой роскоши, никаких таких дорогих итальянских шалках или такого не было. Вот было именно вот это. Сумочки тоже, ручная работа была. И вот мне просто хотелось передать вот этот дух того времени, дух моего детства, наверное. Вот так и был создан вот именно вот этот наряд. Вот цель такая была именно с ней. И мне было очень приятно, что министр культуры заметила это и оценила. Кстати, фата в свадебном наряде у ингушей должна была закрывать лицо невесты. Считалось добрым знаком увидеть через плотную вуаль ее лицо. А еще закрепляя каждую застежку на нагруднике, новобрачные желали счастья, благополучия в новом доме. Национальный костюм – это часть традиций, обычаев, главной культуры народа. Какой стиль ей по душе уже определилась и самая маленькая модель, участвующая в сегодняшней выставке – Ясира Аздоева. Какие наряды красивые, которые мы сейчас носим или вот такие? Вот такие. А почему? Потому что эти белые, красивые и пушистые. Презентуют на площадке и мужской национальный костюм. Традиционный наряд состоял из рубахи, штанов, бешмета, черкесски, головного убора, обуви и оружия. Сегодня его во всей красе представляет единственный джигит на выставке – Тимур Бачалов. И пусть костюм на мальчике отличается от оригинального, его основной смысл он понял. Для чего нужен кинжал? Кинжал, чтобы мужественнее было, чтобы красиво выглядело это, ну еще что-то. Что ты можешь рассказать про свой костюм еще? Ну, он красивый, с ним хорошо танцевать. Вот бы каждый день так бы было. Популяризация традиционного наряда способствует приумножению национальной ингурской культуры, пропаганде народных традиций, эстетическому и нравственному воспитанию. Выставка произвела яркое впечатление на посетителей. Я давно наблюдаю за ее творчеством. Очень мне нравятся ее работы в национальном стиле, возрождение национального костюма. Лида очень много вложила труда, эмоций всего в эту тему, именно возрождение национального костюма. Она очень трудолюбивый человек. Кстати, помимо нарядов здесь также подготовили и блюда национальной кухни. Продегустировать смогли все гости. Еда очень вкусная была. Особенно чай пельгиш. Это фирменная еда, конечно. Она самая вкусная, мне кажется, здесь показалось. И, наверное, из соков можно попить, чтобы запить. Это, наверное, комфорт будет самый лучший. Да, самый лучший комфорт был. На сегодняшний день традиционный костюм почти не выходит за рамки музейного экспоната – сценической одежды. В обиходе используют лишь атрибуты. Главная цель выставки – донести, что это не просто одежда, а один из элементов, который несет в себе бесценный и многовековой опыт целого народа. Хава Гагиева, Мухаммад Дарсигов, Магаз, 24.